Существует огромное количество стереотипов о современных девушках и самый устоявшийся из них это то, что девушки с легкостью ведутся на дорогие машины. В интернете есть целая куча видео, где девушек цепляют на Бентли, Феррари, Порше, но так ли все просто? Мы не раз снимали видео про пикапы, чаще всего девушки позитивно реагировали именно на наш креативный подход. Но неужели оригинальный способ познакомиться можно заменить на банальный подкат на тачке? Это проект Арака Макофоя. Сегодня мы проверим, действительно ли так легко девушки ведутся на дорогие машины в сравнении с оригинальным подходом и предложением прокатиться вместе по парку. Поехали! Девчонки, а вы из Питера? Не знаете, где здесь можно сходить, что посмотреть? Вы давно здесь? Нет? Просто первый день из Москвы приехала, реально теряюсь немножечко в незнакомом городе. Нет. Вообще не знаете ничего? Как же вы сюда попали вообще? А вы из Питера вообще сами? Да. Может, вечерком прокатимся, посмотрим город, прогуляемся? Нет, все вот, мы заняты. Заняты? А с чем же вы заняты? Я просто думал, может, кто-нибудь компанию составит, я не знаю. Может, обменяемся номерками, просто вечером созвонимся, прокатимся где-нибудь, посидим? Нет. А, ты все скажешь? Нет. Уверена? Да. Так а мы вместе, я не говорю, что типа тебя отдельно, я отрываю как-то, нет? Может, машина не нравится? Ну и машина, конечно, тоже не очень, но... И машина не очень. Красная больше нравится или Ford Mustang больше нравится, я не знаю? Перекрасить. Ну, я могу перекрасить, я не знаю. Ну, раз и машина не очень, и поступлением занимаетесь, то я не буду вам мешать, как говорится. Ну, ладно, удачи вам тогда, все, давайте, не буду отвлекать. То есть, девушки в основном боятся садиться в дорогую машину, и как только разговор вообще о ней заходит, они сразу же пытаются слиться, потому что думают, что перед ними какой-то просто дрянной пикапер. Как у вас дела? Что делать вечером? Может, покатаемся, нет, вечерком? Нет, вечерком. Ну, давай номерочками обменяемся, прокатимся, нет? Точно не хочешь? Ну, давай, смотри. Ну, вот даже вот по глазам я видел, что она хочет прямо, но почему-то нет, непонятно, пугаются сто или сто. Что вечером сегодня делаешь? Ничего. Может, прокатимся, не знаю, посмотрим вместе город? Не знаю, ну, как-то это страшно. Почему страшно? Почему у людей вызывает этот страх какой-то? Я вроде не на гелике, а на желтой камара. Может, прокатимся вечерком? Я вечером работаю. Работаешь? А завтра? У нас концерт, опера всем. И это уважительная причина? Конечно. Что за слив вообще? Ну, можем просто встретиться на ней. Просто прогуляться, то есть кататься не хочешь? Пока нет. Пока нет. То есть это какой-то новый этап наших отношений, да? Можем просто прогуляться, я не знаю. Или, может быть, завтра. Я тут на четыре дня. Возможно. Давай я запишу просто твой номер, там договоримся. 8, 9, 2, 1. Слушай, а что ты вечером делаешь? Может, прокатимся, покажешь мне Питер, я не знаю. Не знаю, начнем прокатиться. Прогуляться можешь просто хочешь? Подожди, пожалуйста. Слышняюсь. Торопишься, да? Может, вечерком просто позвонимся, я не знаю. Можно я твой номер запишу? Не против? 16. 16. Настя. Очень приятно, Настя. Ну все, значит, вечерком созвонимся там. Многие, наверное, думают, что ты покупаешь себе дорогую машину, там, за 4-5 миллионов, и на тебя девушки прямо вешаются. Такого на самом деле не происходит. И многие даже боятся сесть в машину к незнакомому человеку, предпочитают просто, не знаю, прогуляться по парку. По моим личным наблюдениям, только одна из четырех девушек реально соглашается прокатиться с тобой и обменивается с тобой номером телефона. Остальные просто пытаются каким-то образом слиться. О, о, держи, держи, держи. Привет. Слушай, я недавно катаюсь. Катался на такой штуке? Нет. Нет, не катался? Хочешь попробовать? Давай. Это не так опасно, как было сейчас. Давай прокатимся. Нет, пояс. Абсолютно бесплатно. Я не развожу, не предлагаю. Давай, вставай, иди сюда. Я сейчас подержу тебя за руку. Слушай, ты так на меня посмотрела? Привет. Привет. Здрасте. Так на меня посмотрела, как будто хочешь прокатиться на этой штуке. Как тебя зовут? Женя. Меня Гурам, очень приятно. Я пытаюсь понять, ты так смотришь на меня или на гироскутер? На эту штуку. На эту штуку. То есть не на меня. То есть я не симпатичный, я не красивый. Эта штука тебя привлекает больше, чем парень. У тебя такая накачанная попа, что мне кажется, ты на чем-то катаешься. Хочешь попробовать? А можно? Это тяжело будет, катаясь всего второй день. Но в принципе уже видишь, держусь на ногах нормально. Смотри, ты просто встаешь двумя ногами и центр тяжести приопределяешь. Ну, не так сильно, как я сейчас, а просто очень торопился к тебе, понимаешь? Я тебя издалека запримесил. Я думала, ты не хотел тебя сбить. Нет, не хотел тебя сбить. Но я думаю, с первого раза у тебя не получится. И основное правило, ты должен вставать сразу на две ноги. Ничего себе, как у тебя сразу получилось. Вставай одной ножкой. Вот, ты будешь самая высокая сегодня. Аккуратно, аккуратно. Ой, как ты грустно. Тихо, тихо, тихо. Так, слушай, ну мне понравилось в принципе. Как захочешь слезть, ты сразу скажи, потому что это тяжеловато. Так, я держу тебя крепко. Ну что, скажи, что тебе больше нравится? Кататься на гироскутере или держать мне за руки? У меня, кстати, есть второй гироскутер. Мы можем, например, вечером встретиться и покататься на двух сразу. Понимаешь, вдвоем мы здесь вряд ли прокатимся. А если я разобью? Если ты разобьешь, мы что-нибудь придумаем. Купим либо новый. Ну и думаю, это не самое главное. Ты мне просто понравилась. И самое главное, мне кажется, это провести время хорошо. Ну вообще, оригинальный способ познакомиться. Ну, нет, я просто увидел красивую девушку и думаю, почему бы не подъехать. У меня второй гироскутер валяется, скучно, ему одиноко. Можем обменяться номером телефона? Я позвоню. Ну давай, ладно. Ну давай, короче, номерами обменяемся, там уже посмотрим, серьезно. Тем более, ты понимаешь, что ты сильно нуждаешься в обучении, потому что у тебя получилось пока не очень, но я это исправлю. Отлично, значит, вечером я тебе звоню, и мы покатаемся. Хорошо, можешь смысл скинуть? С моим именем? Да, хорошо, я скину. Даша, да? Евгения. Ой, Евгения, господи, как я быстро забыл твоим имя. Запишу тебя Женя гироскутер. По-моему, мы хорошо смотрелись на гироскутере сейчас. Не знаю. Ладно, у нас есть возможность попробовать еще раз вечером. Давай тогда, я не знаю, позвоню тебе часов в 7, и там уже сориентируемся. Ну давай, это все, да. Ну все, давай. Точка красивая. Спасибо. Если говорить откровенно, нас крайне порадовали результаты наших подходов, потому что то, что все девушки как одна ведутся на дорогую тачку, оказалось мифом. В гораздо большей степени современные девушки оценивают обаяние, харизму и креативность молодого человека. И это не может не радовать. Напоследок хотим высказать огромную благодарность сайту вилле.ру за предоставление гироскутеров. Если вы хотите подкатить к девушке или просто прогуляться по парку в хорошую погоду, это идеальный способ познакомиться и провести хорошо время. Ну а с вами был проект Рака Макафо. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok